здравствуйте уважаемые друзья давно мы с вами не виделись в этом видео расскажу об изменениях которые произошли за предыдущий месяц за это время я успел переехать из одного места в другое и заняться новым видом деятельности но обо всем по порядку как вы знаете у нас офис был на проспекте маршала жукова и буквально две недели назад я его закрыл с целью экономии средств дело в том что сезон заканчивается продажа мотоциклов это очень сезонный бизнес примерно 6 месяцев в году он работает и каждый год я открываю офис потом закрываю и если раньше я просто закрывал и скажем так не открывал ни в каком другом месте то сейчас у меня новый офис в котором мы сейчас производим съемку и как так получилось что мы попали именно сюда дело в том что я сейчас нахожусь в автосервисе и постоянно здесь обслуживаюсь и в очередной раз когда я приехал ремонтировать свой автомобиль управляющий виктор как-то так узнал в нашем разговоре что я еще и параллельно занимаюсь съемкой мотоциклов тест-драйвов и если вы смотрели мое видео знаете что я ездил в европу снимать фильм о том как мы покупаем мотоциклы он этим очень сильно заинтересовался и попросил снять видеоролик для него я в общем то с удовольствием согласился но была такая проблема что в тот момент когда эта просьба возникла у виктора ребята которые создают мне видео уже перестали со мной работать и стали работать над какими-то другими проектами и моя задача была найти быстро человека который сможет сделать грамотно видео которое можно будет показывать и не стыдиться и тут я вспомнил что год назад я познакомился с человеком который собственно занимается видео но а я о нем очень мало чего знал то есть буквально был контакт в телефоне зовут его михаил и но на всякий случай позвонил ему и сказал что вот есть такая работа готов ли ты снять видео михаил сказал да конечно никаких проблем и я с некоторой опаской отнесся к этому скажем его энтузиазму поскольку я понятия не имел насколько он является профессионалами или вообще не профессионала в этой области но тем не менее мы решили попробовать мы приехали на съемку взяли все необходимое оборудование и начали записывать кстати вы сможете увидеть фрагменты этого видеоролика для снятого для виктора ну по моему получилось неплохо и с тех пор так получилось что увидя работу михаила я настолько заразился создание видео с профессиональной точки зрения что сейчас мое новое направление это собственно создание видео для бизнеса мы снимаем тест драйва автомобилей катеров сейчас например послезавтра снимаем вертолет в общем это настолько интересная штука оказалось что ну я понимаю что меня затягивает с каждым днем все больше и больше и теперь у меня на чаше весов с одной стороны мотоцикла с другой стороны создание видео и может скорее всего так получится что рано или поздно видео все-таки перевесит и я буду полноценно заниматься созданием видео что примечательно после того как мы записали видео для виктора он предложил нам сместить свою базу с маршала жукова к нему то есть на проспекта буховская обороны дом 105 я конечно с удовольствием согласился учитывая то что здесь очень льготные условия в плане аренды и здесь есть серьезные перспективы по развитию как продаж мотоциклов так и новых для для меня направлений на ну например мотосервис что здесь имеется все необходимое оборудование и что самое главное есть отличный мастер которому я уже доверяю потому что он отремонтировал несколько наших мотоциклов теперь я понимаю что через какое-то время у нас будет полноценный мотосервис и мы сможем оказывать услуги по обслуживанию мотоцикла по какому-то серьезному ремонту и мне не будет стыдно перед клиентами поскольку мастер меня полностью устраивает так вот теперь мы базируемся здесь что будет следующем году пока непонятно но меня сейчас все устраивает здесь в планах сама продажа мотоциклов мотосервис и собственно зимнее хранение поэтому не удивляйтесь мы теперь находимся в новом месте но что касается михаилов то этот человек стал для меня неким открытием год назад когда мы с ним познакомились я о нем узнал очень поверхностную информацию его деятельности но сейчас когда поработал с ним над несколькими проектами для меня открылась истина что этот человек ну реально профессионал своей области принципе неудивительно созданием видео он занимается уже порядка десяти лет и рекомендую вам просмотреть сейчас этот небольшой отрывок который снят полностью михаилом ну и своим ножка участие рекомендую отрывок так как на нашем образце перегорела лампочка ближнего и дальнего света ближнего и дальнего света и скорее всего имя Бонд, Джеймс Бонд Это достаточно скорая задача Проходит такую быструю проверку анкеты, которая очень сильно там страдает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто был? Эти панциры ждали, отдыхает по сравнению с тем, что у нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, все на уровне Ну а сейчас я хочу пригласить Михаила, чтобы он ответил на несколько вопросов Потому что до того, как я начал заниматься видео, мне всегда казалось, что создание видео Это примерно вот так вот По щелчку пальца создается некий готовый продукт Но когда я погрузился в глубину Оказалось, что работа проводится такая сложнейшая И которую очень трудно понять с первого раза И в этот момент мне просто стало понятно, что Я готов этим заниматься очень и очень долго И Михаил просто открывает мне какие-то нереальные космические пространства Михаил Да? Миша, скажи мне, пожалуйста, создание видео это просто или это сложно? Вот мне казалось, что это очень просто Но когда я погрузился, мне стало казаться, что это очень сложно А как это вообще? Ну, на самом-то деле Ну, мне-то как человеку, которому заниматься 10 лет тяжело Говорить объективно, просто это или сложно Но с точки зрения человека, который ни разу этим не занимался Понятно, что это сложно Потому что есть очень много нюансов, которые так вот сходу ты даже не поймешь Все люди, кто мне звонят, спрашивают видеосъемку Они всегда говорят так, что Ну, там надо приехать, снять пару кадров Это буквально займет 15 минут И никто из них даже не подозревает, что 15-минутная съемка, по факту, это всего 1-2 кадра хороших А они подразумевают, что за 15 минут можно сделать что-то Что потом выйдет в коммерческий ролик И все будут счастливы и богатые Ну, вот, кстати, я был одним из них Когда-то То есть, по-настоящему, по-хорошему, да? Видеоролик – это верхушка айсберга А собрать нужную технику Эту технику настроить Понять, где ты находишься Сделать, как бы, правильные выводы о локации Чтобы знать, где, с какого ракуа снимать Понять, что, для чего вообще снимать нужно Это, как бы, такие вещи Которые находятся за кадром Которые нужно каким-то образом до людей доносить Перед тем, как они собираются снимать видео Скажи, Миша, а ты бы мог Как-то в каких-то сериях видеороликов Рассказать вообще, как создается Сам видеоролик То есть, такая внутренняя работа И, ну, чтобы человек Который, допустим, захочет заказать видео Понимал вообще, что его ждет И чтобы добиться максимального результата На какие участки по созданию видео Нужно обратить внимание Это нужно сделать Это нужно сделать, потому что Видео сейчас Ну, видео нужно всем Потому что видео, это, наверное, единственный способ Который можно доказать Что человек, который занимается каким-то бизнесом Он настоящий Это не какой-нибудь там шараж-монтаж Мы обязательно запишем Насколько это получится Это уже, конечно, будут Как бы судить те, кто будут смотреть эти видеоролики Но мы их обязательно сделаем То есть, мы покажем изнутри Как мы готовимся к тому Чтобы приступить к какой-то съемке Как мы Какие мероприятия мы проводим Для того, чтобы написать сценарий Да, как мы То, что мы говорим Называем Упаковываем клиента Когда мы делаем мозговой бриф Целый день с клиентом Находимся в одном помещении И вытаскиваем из него все смыслы Чтобы понять вообще Что нам нужно в видеоролике передать Что уникального есть в бизнесе Что нужно показать через видео И вот это все Это нужно показывать Потому что Вот из 100% работ По созданию видеоролика Сама вот съемка физическая Это 20-30% работы Все остальное Это как бы идеологическая работа Которая идет перед этим Я с этим, кстати, соглашусь Потому что Когда я начал снимать тест-драйвы На более таком Серьезном уровне Во всяком случае, для меня Я обратил внимание Что одного дня Катастрофически не хватает На то, чтобы отснять Весь необходимый материал Ну мы хоть как-то там пытались Уложиться в один день Но я сейчас понимаю Что в будущем Когда мы будем снимать тест-драйвы Уже с Михаилом Мотоциклы Это будет не один день Это будет два Возможно три В общем, столько, сколько понадобится Чтобы получить конечный продукт Ну, в хорошего качества Отлично Да вообще, чтобы получить конечный продукт Чтобы успеть Вот мы снимали с тобой мотоцикл Ты сам понял, что Вроде Ну что там Трехминутный сюжет Покатался на мотоцикле Вот пару кадров мотоциклов А сколько реально времени это занимает? Одна только локация Где нужно в статике Поснимать мотоцикл Мы на это потратили полдня Ну мы, кстати, начали в 11 часов утра Снимать И в 4 часа ночи Закончили видеоролик Он, кстати, скоро выйдет Посмотрите обязательно Итак, жизнь продолжается Я по-прежнему Занимаюсь мотоциклами И теперь открыл для себя Такую новую вещь Как создание видео Вещь очень интересная И я обязательно поделюсь Вместе с Михаилом С вами той информацией Как создается Красивое видео Ну а мои дорогие подписчики Которые ждут Новых тест-драйвов Они обязательно будут Потому что моей страстью Всегда, всю жизнь Будут оставаться мотоциклы Просто теперь мы будем снимать Их на более серьезном уровне И через какое-то время Мы снимем Школу по вождению мотоцикла Но хочется сделать Действительно очень крутой проект Поэтому мы к нему будем готовиться Я так понимаю Зимой А уже весной Снимем Нечто грандиозное Ну а на этом у нас Собственно все Вот такое у нас Новое начинание Подписывайтесь на наш канал Впереди вас Я обещаю Ждет очень много интересного Увидимся Пока Небольшой отрывок Который снят Полностью Михаилом Ну и с моим Немножко участием И как мне тебя ввести так Красиво Михаил Да Да В принципе мы тебя так плавно ввели Интрига есть? Ну вроде есть Некий итог Некий итог Сейчас Не ну то что она зашумяла Ну нормально На автосервисе находимся Ну да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok